День неизвестного солдата День неизвестного солдата И где они погребены Боевые действия Проходившие на Карельском перешейке В годы войны Подробно изучаются историками На Сестрорецком рубеже Проводятся реконструкции боев Да и весь комплекс Сестрорецкий рубеж Стал замечательным, уникальным В своем роде музеем под открытым небом К дню неизвестного солдата В Сестрорецке появился еще один памятный знак Восстановленная памятная табличка Находится она на территории Санаторий и детские дюны Здесь 3 декабря собрались поисковики Юные члены патриотического клуба Сестрорецкий рубеж Представители муниципального совета Жителей Сестрорецка Эта книга посвящена выборской наступательной операции 1944 года Началась выборская наступательная операция Именно отсюда Из Сестрорецка, из Белоострова, из этих мест Писала эту книгу 5 лет Это первое издание Которое уже полностью, в общем-то, разошлось Поэтому сейчас книга эта также вышла на финском языке Буквально месяц назад И сейчас я уже подписал договор на издание этой книги на английском языке Плюс по, собственно, материалам То есть по замечаниям от финских коллег-историков Сейчас готовится второе издание на русском языке Исправленное и дополненное То есть это вот за последние лет 10, наверное, это единственная книга Которая выходила посвященная этим боевым действиям Я в основном занимаюсь музейной деятельностью Поисковикам я помогаю в основном архивными данными Вот, поэтому, не знаю, может человек 10 удалось как-то найти И удалось каким-то образом помочь найти именно родственников Тех, кто погиб и потом был найден здесь Это списки погибших Это объединенная база данных «Мемориал» Там очень много информации Это документы в финском национальном архиве То есть те документы, которые финские офицеры разведки Собирали с тел погибших И, собственно, протоколы допросов и прочее С моей точки зрения, люди, которые занимаются архивной, поисковой работой И следовательской работой, и музейной работой Это те, кто испытывают серьезную эмоциональную связь и привязанность к этим местам То есть те, у кого здесь прошло детство, те, кто здесь вырос, те, кто здесь провел лучшие годы своей жизни И, соответственно, интересуются, что здесь происходило во время Великой Отечественной войны Или во время Советско-финской войны У каждого мотивация, собственно, своя Потому что кто-то считает, что это свой патриотический долг Кто-то, возможно, считает, что это такой способ прикоснуться к истории Кто-то считает, что это способ открыть для себя что-то новое А для кого-то, возможно, это просто способ провести выходные То есть это лучше уже к каждому индивидуально обращаться и спрашивать у каждого отдельно Мы здесь занимаемся, в нашем патриотическом клубе «Сестрорецкий рубеж» И мы сюда пришли ради патриотизма Мы искали солдат, их вещи, всякие вот их каски, автоматы, винтовки Их личные вещи, медали, ордена Почему надо этим заниматься? Ну, как говорят, пока подселение у бойца не откопают, не будет мира И, ну, я думаю, что так будет правильно, если мы будем этим заниматься Мой отец, Алексей Васильевич Горбунов, в 17 лет остался один в блокадном городе Родители умерли от голода А здесь с 41-го года служила его двоюродная сестра, с которой они вместе выросли И она его из этого города блокадного сюда вывезла И определила в часть И вот он тут служил до 47-го года И получил специальность и жизнь Я хочу почтить память своих родных и всех О чем думали солдаты и офицеры во время коротких передышек? О чем мечтали? Конечно, о мирной жизни О том, как будут растить детей, работать и жить счастливо А кем работать, мало кто задумывался Это уже много лет спустя мы узнаем, что здесь, в наших краях, воевал знаменитый артист Юрий Никулин Известный советский актер Владислав Стржельчик тоже сражался в рядах 92-й стрелковой дивизии В 1944 году в боях на Луоксе был контужен, награжден медалью за боевые заслуги Всю отечественную Владислав Стржельчик был на фронте Вначале в действующей армии, потом в военном ансамбле Часто актер вспоминал голод и холод тех дней Тогда свой паек он умудрялся и привозить родителям, пока они жили в блокадном городе Добирался до Ленинграда за 30 километров, то на попутцах, то пешком, нередко попадая под обстрел Этого ужаса голода актер не смог забыть никогда Фронтовики, ставшие актерами, с особенным чувством играли в фильмах о войне, о блокаде Заново переживая то, что пришлось чувствовать тогда, в окопах Чего это? Это Катруль, мне кажется, Курский Был Курский из-под Лебедяни Ты лучше про свою тайну и болезнь расскажи Смеяться тут не на чем, тут смех плохой У меня, если хочешь знать, окопная болезнь, вот что Идем скорее в бомбоубежище, слышишь? Никуда я не пойду Федя, опомнись Я сказал, не пойду Не желаю прятаться Бевал я на этих броклятых фашистов Я же вам еще раз повторяю, папаша, что принять вас в ополчение невозможно Не имею чести быть вашим родственником, молодой человек Собогорите мне, кому мне надлежит обратиться То есть в каком смысле? Я спрашиваю, какое руководящее лицо занимает здесь высшестоящие положения? Здесь комиссар дивизии, но я вам повторяю, уважаю Не трудитесь, не трудитесь Честь имею А сколько их, не ставших актерами-сталеварами, инженерами и учителями, врачами и художниками полегло на фронтах Великой Отечественной И 70 лет спустя не прекращаются поиски погибших Я занимаюсь поисковой работой где-то, наверное, года 2000-го В детстве еще читал книги, мемуары и прочее, прочее Хотелось как бы узнать, истину узнать, что, собственно, происходило на войне Много отрядов, все работают, находят бойцов безымянных Соответственно, которые не были никогда захоронены Вот мы приблизительно этим занимаемся То есть мы не раскапываем братские могилы, там, ради достижения каких-то результатов, там, да, больших Мы ищем только бойцов, которые, действительно, пропали без вести Которых до сих пор ищут родственники Вот, поэтому Какое-то яркое воспоминание кого-то вы нашли и приехали родственники, было такое? Да, вы знаете, было такое, значит, соответственно, вот нашли мы летчика Разбившись во время войны в 41-м году По данным базы, мемориал, он числился пропавшим без вести в октябре 41-го года Не вернулся с боевого задания Вот, и мы нашли его, и, соответственно, нашли, стали искать родственников Нашли с помощью оренбургских поисковиков Связались с ними, но они нашли родственников И вот они приехали к нам, оказались, что сейчас они живут в Москве уже В Оренбурге они находились в эвакуации Приехала его дочь, еще живая, значит, ей 75 лет Ей, соответственно, там внуки, внук, внучка Вот он теперь каждый год приезжает на его могилу Насколько известно, уже несколько десятков лет назад Воины 92-й стрелковой дивизии, которые здесь, на Сестрорецкой земле Обороняли наши рубежи в годы Великой Отечественной войны Они установили в районе санатория Детские дюны В лесополосе памятную табличку В памяти своих однополчаных И, к сожалению, в 90-е годы эта табличка была утеряна По тем или иным причинам И благодаря инициативе наших краеведов В частности, Бориса Еремеевича Ривкина Благодаря активному содействию Молодежно-патриотического клуба Сестрорецкий рубеж Который возглавляет Олег Николаевич Бушко Эта табличку удалось восстановить И вот буквально несколько дней назад В день неизвестного солдата Это новая памятная дата в нашей стране Табличка была установлена на том самом месте Где она и, собственно, находилась Те же самые следы на вот этой вот сосне Прежде всего, у нас есть два вопроса местного значения Это военно-патриотическое воспитание молодежи А также сохранение и развитие местных традиций Но кроме того, что это наша полномочия по закону Конечно, все депутаты, местные жители Нам не безразлично сохранение исторической памяти Наших традиций И мы стараемся, конечно же, поддерживать И все работы и в рамках военно-патриотического воспитания И сохранение и развитие местных традиций Мы обязательно будем продолжать И продолжать совместно Как с нашими краеведами замечательными Благодаря которым у нас огромная работа ведется И издаются различные книги, брошюры, буклеты В которых рассказывается об интереснейшей истории города Сестрорецка И всего курортного района И будем также активно взаимодействовать И с патриотическими организациями Это и Совет ветеранов с одной стороны А с другой стороны это детские, молодежные Что очень приятно организации В частности, Сестрорецкий рубеж Я думаю, что поисковая работа Наверное, она больше все-таки нужна молодым Для чего? Чтобы это никогда не повторилось Вот в последнее время идет такая Воинственная такая ажиотация какая-то В прессе, в телевидении Что вот мы там всем надоем Мы наваляем Мы такие сильные У нас армия Ну, я думаю, что это неправильная позиция Никогда не должна война повториться Вообще никогда Надо все усилия предпринять Чтобы этого не было Молодежь, которая вот ходит с нами Там, занимается поисковыми работами Видит, что это такое Вообще, вот, когда люди видят Это, как люди брошенные 70 лет валяются в лесу Никому не нужно Ни к своему государству Ни никому Не должно это повториться Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова